В эфире программа День города в студии Валерий Седов. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите Галочка в бюллетень. В минувшие выходные прошли выборы губернатора Рязанской области. Преступление и наказание. В Касимове задержан подозреваемый в серии убийств. Огонь, вода и медные трубы. В подмосковном Пушкино узнали, кто стал лучшим пожарным России. 36 небольшим процентов рязанцев пришли на голосование, которое прошло 10 сентября. Для нашего региона эти выборы были особенными. Помимо глав сельских поселений и депутатов по округам, жители региона избирали губернатора. Подробнее в сюжете Марина Комиссаровой. Позади остался день выборов. Напряженные подсчеты бюллетеней, волнение кандидатов. Сегодня в избирательной комиссии Рязанской области огласили предварительные результаты голосования. В предвыборной схватке за пост губернатора Рязанской области приняли участие пять кандидатов. С сильным отрывом победу одержал Николай Любимов, которому в ближайшее время предстоит сменить должность исполняющего обязанности на должность главы региона. Явка составила стабильные для Рязанской области 36%. Такой показатель активности граждан уже много лет сохраняется в нашем регионе. День выборов прошел крайне спокойно. Зарегистрированы 16 жалоб. Одна из них в Центральный избирком Российской Федерации от Владимира Вольфовича Жириновского. Тот обозначил свое недовольство несвоевременным размещением в предвыборной схватке баннеров Александра Шерина, кандидата от фракции ЛДПР. Все жалобы рассматриваются, сообщил председатель избиркома. Соответственно, все эти обращения были рассмотрены. Если в целом анализировать, значительно меньше жалоб обращений от граждан, чем это было в единый день голосования в прошлом году. В общем объеме обращений, поступивших в Центральную избирательную комиссию до единого дня голосования и в день голосования, в том числе жалобы обращений, которые сказал Владимир Михайлович, поступивший в ТИК УИК, 10 УИК и 3 ТИК, мы дотянули до цифры 100. Так что существенных, еще раз подчеркну, нарушений мы в рамках рассмотрения этих обращений не зафиксировали. В 738 депутатов в сельских поселениях и одном городском округе, а также 54 главы сельских поселений избирались помимо главы региона. Выборы состоялись, результаты признаны действительными. В этот раз почти 3000 общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации следили за процессом голосования на избирательных участках. Иностранные наблюдатели приехали из Франции и США. Интересно и то, что представители иностранных СМИ работали на территории нашего региона 10 сентября. Граждане Соединенных Штатов к нам приезжало с большим опытом наблюдения. Франции наблюдатели. У нас на территории области в день голосования работают представители иностранных средств массовой информации, аккредитованный МИД. Впервые на некоторых избирательных участках применили новую систему подсчета голосов. Каибы значительно упростили процесс и сэкономили время. Планируется введение Каибов на всех избирательных участках уже к президентским выборам. Кроме того, до выборов президента будет вестись активная работа по обеспечению доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Уже в рамках этих выборов взаимодействие ЦИК и Министерство соцзащиты населения позволило проголосовать большому количеству маломобильных граждан. И работа над этим продолжается. Окончательные итоги голосования будут опубликованы уже в ближайшее время. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В ходе губернаторских выборов победил представитель партии «Единая Россия» Николай Любимов. Как отреагировали на это событие его однопартийцы, вам расскажет Галина Ершова. Мы ожидали хорошего результата. Этими словами открылась пресс-конференция партии «Единая Россия». Победу Николая Любимова на выборах губернатора Рязанской области его коллеги связывают с большим числом личных встреч. Активная работа с населением и выстроенная на основе этого целостная программа, по их мнению, стала залогом успеха. Социологические исследования подтверждали рост доверия к нему, рост узнаваемости. И в конечном итоге последняя социология была подтверждена итогами голосования на выборах 10 сентября. Аркадий Фомин, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», также отметил, что выборы прошли четко и практически без нарушений. Он связывает это с повышением электоральной культуры населения, а также выстроенной системе общественного контроля. На вопросы журналистов о низкой явке он ответил прямо. Я бы не назвал ее низкой. И вообще сложно на сегодняшний день говорить о том, что явка высокая или низкая. 36% – это достаточная явка для того, чтобы считать выборы легитимными. По словам Аркадия Фомина, партия ожидала явку в размере 40-45%. Однако свои коррективы внесла хорошая погода после аномально холодного лета. Волновал журналистов и вопрос снижения числа партий, представляющих на выборах своих кандидатов. Эту проблему Аркадий Фомин связывает с нехваткой квалифицированных кадров. Выстраивать саму партийную работу, искать людей, быть и находиться в постоянных коммуникациях с лидерами общественного мнения. Вырабатывать с ними какие-то вопросы, которые действительно являются актуальными для этой территории. Это действительно непростая работа. Однако Аркадий Фомин отмечает, что в сельских районах политическая конкуренция не ослабевает. А победить партию «Единая Россия» удалось благодаря системной работе в течение многих лет. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Узнав сторону победителя, наш телеканал решил узнать, какая атмосфера царит в других партиях. Это мои восьмые выборы разного уровня. Я считаю, что в данном случае я свою миссию, какую для себя наметила, я выполнила. То есть я высказала то, что в предвыборной кампании хотела сказать людям. И не только людям, а своим коллегам, которые шли рядом со мной. Потому что в любом случае ничего не проходит даром. Если в 2012 году я ходила на выборы губернатора и не заняла первое место, но те предложения, которые я высказывала по решению проблем, они были услышаны. И многое из того, что я предлагала, было в процессе работы Олега Ивановича Ковалева, губернатора, который на тот момент избрался, они были реализованы. Предвыборная кампания дала большой материал для размышлений. Особенно это посещение сельской местности, когда видишь, как меняются взгляды, требования людей, прежде всего к социальной сфере. Вот эти изменения, требования, изменения взглядов от более мелких населенных пунктов к более крупным, они наводят на определенные достаточно серьезные размышления, которые, безусловно, мы постараемся реализовать в своей законодательной деятельности в рамках Рязанской областной думы. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех коммунистов, всех наших сторонников, которые за последние месяцы провели огромную работу по подготовке к выборам и в день выборов. И во многом то, что мы говорили, то, что писали в наших газетах и листовках, все это еще даст свои результаты, потому что выборы прошли, а жизнь-то остается, и проблемы остаются, даже хуже того, они будут обостряться. Нужны свежие взгляды, нужные предложения, они есть. Ну, в одни из них вот дала наша коммунистическая партия, именно в Рязанской области не что делать, а как делать. По оценке правоохранительных органов в городе Касимове, Скопине и Сасово, на наши встречи в общей сложности пришло около 10 тысяч человек. Это говорит о том, что у нас очень мощная поддержка со стороны населения. Что касаемо того, как проходили выборы, конечно, оценка субъективная, но из уважения к своим избирателям и своей команде, потому что мы все живем в этом регионе, и все знают и видят, как что происходило, я бы воздержался, наверное, от оценки. Желаю одного, чтобы у нового губернатора Рязанской области были силы и возможности, желание воплотить в жизнь все свои благие намерения, которые, я уверен, они есть, и чтобы жителям нашего региона улыбалась удача, солнце, счастье. Сегодня в студии программы «Городские встречи» с заместителем председателя избирательной комиссии Дмитрием Боковым мы подробно расскажем о том, как проходили выборы в Рязанской области. В Касимовском районе был пойман опасный преступник. Задержанный по подозрению в убийстве подростка местный житель, возможно, причастен еще к целому ряду смертей. Следователям пока только предстоит разобраться в этом сложном и жутком деле. Продолжит Марина Комиссарова. В начале июня текущего года в правоохранительные органы обратились родственники 14-летнего жителя города Касимова с заявлением о пропаже мальчика. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводились следственные действия и поисковые мероприятия, в том числе по установлению местонахождения пропавшего мальчика и выяснению обстоятельств его возможной гибели. Копал мальчик в июне. Ушел гулять и домой не вернулся. В ходе следствия мы установили, что этот мальчик общался с жителем Баушево-Починки Касимовского района по имени Владимир, мужчиной, которого там сгорел дом, обгорел. И мы допросили одного свидетеля, нам пояснили, что вот мальчик приходил иногда, от него гарью пахло дымом. Вот этого Владимира ходил к нему там. Этого Владимира сюда и стал нам рассказывать, что да, действительно. И ходил ко мне мальчик, попросил денежку дать в долг на мопед ему. Дал три тысячи и говорю, слушай, ты мне когда отдашь? Ну, что-то же хотел уходить. Он говорит, ну, месяца, наверное, через три. И тут жулику нашему в голову вступает, ё-моё, а же мне вообще не отказ. Куда я, нафиг, деньги дал? И он подходит к нему там в кухне, на выходе, и душа. Родственники пропавшего подростка из Касимова не верят в его убийство. Сестра 14-летнего мальчика. В группе типичный Касимов рассказала, что найденные останки невозможно опознать без экспертизы. Мы ждем результаты. Это предположительная информация, слухи. Точная информация будет позже, написала женщина в группе. Возможно, что там не наш Кирилл, а другой мальчик. В пятницу, 8 сентября, следователи рассказали, что обнаружили в Касимовском районе останки юноши. По данным источника, убийца сжег тело. Следователи выяснили, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабина-Булыгина. В ходе проведения с них следственных действий пояснилось, что в 2014 и в 2016 году он подушил еще двух мужчин, которых закопал у себя на территории пристройки в дровняке на превосадебном участке. В ходе осмотра жилища задержанного на его участке нашли тела двух мужчин. Один был закопан в саду, а второй в сарае. Суд арестовал подозреваемого до 25 октября. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Культурно отдохнуть в эти выходные у рязанцев не получилось. Из-за сообщений о бомбах эвакуировали все кинотеатры, находящиеся в крупных торговых центрах. По словам очевидцев, неизвестный сообщил в полицию о взрывном устройстве, заложенном в кинотеатре. При этом злоумышленник не уточнил, в каком именно. В связи с этим стражи порядка решили эвакуировать все кинотеатры, в которых шли сеансы. Полиция сообщила, что тревога оказалась ложной. В ночь с 10 на 11 сентября в полицию поступило сообщение, что в нескольких торговых и развлекательных центрах города Рязани заложены взрывные устройства. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе проведения проверки по указанному сообщению выяснилось, что данная информация не подтверждается. Угрозы для жизни и здоровья граждан не представляются. В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Все обстоятельства уточняются. Страшная авария произошла утром 11 сентября у одного из торговых центров. По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны улицы Зубковой в направлении путепровода, при повороте налево к торговому центру не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущества проезда автомобилю ВАЗ-2110, в результате чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 4 пассажира микроавтобуса. Им пришлось обращаться за медицинской помощью. В «Жигулях» была семья с двумя детьми. Серьезные травмы получила 35-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу. Юным пассажирам и водителю была оказана помощь в медицинском учреждении. 11 сентября в России празднуется Международный день трезвости. В течение суток запрещена продажа алкоголя во многих городах, а в регионах проходят различные акции. Свыше 40% россиян считают уже предпринятые государством меры по борьбе с алкоголизмом слишком мягкими. Следует и запроса, проведенного Всероссийским центром, изучение общественного мнения. Кроме того, большинство из числа опрошенных выступило за введение полного запрета на продажу алкоголя лица моложе 21 года. Мы решили спросить жителей нашего города, как они относятся к такой инициативе. В России сегодня празднует Международный день трезвости. Как вы относитесь к тому, что в Рязани примут сухой закон? Сухой закон нельзя. Будут работать эти, как ее, самогончики. Будут травить народ опять. Это уже было. Я трезвенник и желаю всем этого. Нормально отношусь. Почему? Не люблю пьяниц, не люблю пьяных людей. Вот я вижу, увижу. Хоть закон, а нативно, что трезвость то поили, нас поили, а теперь же хотят трезвость сделать. Все разрешено было, а теперь же опять они хотят. Ну, выпить-то можно на праздник или что-то. Правильно? Ну, это было негативно, естественно. А почему? Потому что я вообще против всяких запретов. У нас уже ввели геноцид на курильщиков. Ну, не могу я бросить. Я каждый понедельник бросаю. Но все равно пачка сигарет у меня с собой. Только только от этого. Горбачев в свое время принял сухой закон. Все виноградники порубил. Это он, что, наделал только хуже. Ну, у нас кому пить, они хоть там что будет. Все равно не найдут, что пить. Спасибо большое. А вообще надо принять сухой закон. И хорошо, по праздникам, по большим не продавать. К этому понятию можно подойти с двух сторон. Потому что у нас уже такой менталитет сложился, что если праздник, то люди выпивают. Ну, мне кажется, надо это воспитывать с детства. И тогда сухой закон это уже будет не представление о будущем, а норма. Плохой асфальт и неблагоустроенная придворовая территория. Это, к сожалению, обычные проблемы. Куда хуже становится осенью, в период дождей. В таком случае здесь точно не пройти, не проехать. Что делать, когда ситуация становится критической, мы расскажем вам прямо сейчас. Здесь помогут только резиновые сапоги. Большая лужа шириной во весь тротуар. Преодолеть такую на машине труда не составит. А вот прохожим помучиться придется. К тому же прямо напротив дома располагается школа. И обычный путь до учебного заведения превращается в настоящую полосу препятствий. Это вообще, ну как можно пройти? Да. Инвалиду как надо пройти? Нигде не пройдешь. Лидия живет в доме на улице Тимакова почти 40 лет. По ее словам, за все это время асфальт перед домом не ремонтировался. Осложняется ситуация тем, что у Лидии вторая группа инвалидности. Двигаться ей не только тяжело, но и опасно для жизни. Тем более, с наступлением холодов пройти по этой дороге станет просто невозможно. Главный инженер управляющей компании Наталья Антипова поспешила успокоить жителей дома. Они действительно попали в программу по асфальтировке дворовых территорий, но в этом году почему-то очень затянулось документации. И только вот сейчас уже наши городские подрядные организации, которые выявляют тендер на асфальтировку, только начали приступать к дворовым территориям. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы им за асфальтирован двор. Он действительно плохой, да, конечно, он требует ремонта. Другая актуальная проблема у дома – это ступеньки. С течением времени они поистерлись и превратились в остов. Ведь когда начинается холода, заморские, вот тут на ступеньках можно упасть. Наталья Антипова ответила и на этот вопрос. Она сообщила, что придомовую территорию приведут в порядок. К сожалению, не в этом году, потому что запланированы уже другие работы. Поэтому самое главное, что нужно – это только подождать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». За пределы России выдворили четырех граждан Республики Узбекистан, которых в ходе рейдовых мероприятий сотрудники Управления по вопросам миграции ОМВД России по Рязанской области уличили в нарушении правил пребывания в нашей стране. Подробнее Марина Комиссарова. Решение суда о выдворении с территории России было принято в отношении иностранцев, которые неоднократно привлекались к ответственности за нарушение миграционного законодательства, а именно правил пребывания. Под охраной сотрудников регионального подразделения Федеральной службы судебных приставов нарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Рязанской области отправили в Москву. Международный аэропорт Шереметьево, где для выдворения за пределы Российской Федерации их передали в руки представителям Федеральной службы безопасности. Всего в 2017 году в ходе рейдовых мероприятий, проведенных рязанскими полицейскими, за пределы России выдворили и депортировали 213 иностранцев. Среди них не только граждане стран ближнего зарубежья, но и граждане Нигерии, Китая и Египта. Рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются. Просьба ко всем, кто располагает информацию об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане, или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02 или в Управлении ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25 52 97 и 51 38 18. В Подмосковном Пушкино завершился третий всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный». Конкурс проводился Федеральным агентством лесного хозяйства и Федеральной авиалесоохраной. Мероприятие является единственной в России площадкой для встреч, обмена опытом и соревнований в профессиональном мастерстве непосредственных участников борьбы с лесными пожарами. Подробнее Галина Ершова. Имя лучшего лесного пожарного выяснили на всероссийском конкурсе. Своё мастерство показали 25 специалистов из разных уголков страны. Рязанскую область представлял победитель регионального этапа Владимир Земченко. Молодой человек проходит федеральный тур уже третий раз. Очень много нюансов, норм всяких. Сколько трактор под уколон, не под уколон, всякие такие. Нюансов очень много, мелких, которые все путаются в голове. Конкурс проходит в три этапа. Сначала участники сдают теоретические основы лесопожарного дела. Нужно правильно ответить на 30 вопросов. Билеты уже учить проще, уже третий год подряд. Одно и то же учишь. Меньше волнуешься. Первый год седьмой место занимал, в прошлом году четвертое. Надеемся на лучшее, конечно. Второй этап – спортивное многоборье. На время пожарные должны 30 раз отжаться, пробежать 100 метров с техникой для тушения, она весит почти 20 килограмм, и затем 8 раз подтянуться. Самым зрелищным этапом стало преодоление полосы препятствий, которая имитировала ветровалы, лесосейки, заболоченную и труднопроходимую местность. В тушении условного лесного пожара разрешалось применять бедзопилы и мотопомпы – ранцевые лесные огнетушители. Каждый год. Самое сложное – это полоса препятствий. Все внимание там нужно. Без ошибок, без страшных баллов. Андрей Зуев, инструктор парашютно-пожарной группы авиалесоохраны Хантамансийского автономного округа, занял первое место по итогам трех дисциплин. Рязанец же оказался на седьмой позиции. Стоит отметить, что конкурс «Лучший лесной пожарный» – это единственная в России возможность обмена опытом между специалистами из разных регионов страны. Это популяризирует профессию, очень важную профессию для нашей страны, для Российской Федерации, учитывая, что самые большие площади лесов сосредоточены на территории нашей любимой страны. Поэтому хотел бы отметить важность этой профессии и важность проведения таких конкурсов. К счастью, в этом году в Рязанской области пожаров практически не было. Однако осенний сезон может преподнести неприятные сюрпризы. Опыт других регионов поможет нашим пожарным действовать быстро и эффективно. Период типичных домов и одинаковых квартир ушел в прошлое. Рязань преображается на глазах благодаря новым многоэтажным жилым домам, каждый из которых имеет индивидуальное архитектурное решение. Этой традицией придерживаются строители жилья Северной Компании. Их объекты не только красивы и доступны для людей, но и многофункциональны. Северная Компания осуществляет комплексную застройку городских кварталов. Теперь новая жилая зона с детскими игровыми площадками, местами для отдыха. Оборудованные набережной появляются в Московском районе. Первый объект нового жилого квартала введен в эксплуатацию. Жилой комплекс «Меркурий» расположен на улице Мервинской. Имеет собственную территорию, большое количество парковочных мест, а также спортивные и детские площадки. Мягкое покрытие, большая песочница. Здесь есть все для детского отдыха. И даже малыши здесь могут получить первые навыки скалолазания. В скором времени рядом с «Меркурием» появится жилой комплекс «Метропарк». Фундамент одного из домов которого уже заложен. Зона для занятий спортом, детские площадки, а также оборудованная набережная с песчаным пляжем и лодочной станцией. Уникальные ландшафтные решения для нашего города. Наслаждаться природой здесь можно будет круглый год. Архитектура домов Северной Компании уже сейчас не оставляет покупателей равнодушными. Продажи квартир активно стартовали. Посмотрим на уже сданный в эксплуатацию жилой комплекс «Меркурий» изнутри. После тяжелого рабочего дня ощутить себя как дома можно уже в подъезде. Благодаря оригинальному дизайнерскому решению. Однозначно новый объект «Метропарк» станет таким же красивым и комфортным для проживания. Географически новый жилой комплекс расположен в игрушнее квартала в центральной части Рязани. Здесь планируется строительство образовательных учреждений, новые школы и детские сады. Кроме того, на территории «Метропарка» уже подходит к завершению строительства Большого центра единоборств. Так что это место в скором времени станет центром притяжения горожан. А уже сейчас для удобства местных жителей Северная компания занялась обустройством прилегающих территорий. Эту дорогу и круговое движение сделали представители Северной компании. Безусловно, Северная компания вносит заметный вклад в развитие новой архитектуры нашего города. Благодаря этому качество жизни рязанца в ближайшие годы будет расти. Здесь дом является не только крепостью, но и местом вдохновения, отдыха и развития личности. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ